Всем привет, ребята! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Настя, я фотограф, и сегодня в этом видео я вам расскажу, как я создаю свои идеи для фотографий. Если вы уже подписаны на мой канал и TikTok, то вы наверняка знаете, что я фотограф-автопортретист и делаю различные автопортреты с совершенно разными идеями. И сегодня я расскажу, по какой схеме я их генерирую, поэтому если вам интересна эта тема, то обязательно продолжайте смотреть. И первое, что я хочу посоветовать каждому, кто хочет начать генерировать интересные идеи для фото, или может для какого-то другого вида творчества, которым вы занимаетесь, может быть для рисунков, или для стихов, или для музыки, обязательно заведите блокнот, где вы будете накапливать эти идеи. Первый такой блокнот у меня появился еще в школе, когда я начинала заниматься автопортретами. В самом начале я просто записывала слова в этот блокнот. То есть, если меня что-то вдохновило на протяжении дня, я просто быстро записывала слова, маячки, которые мне помогли бы восстановить эту идею в моей голове. Потом мой блокнот развивался, и я стала вклеивать туда различные вырезки и картинки, которые бы мне помогали восстановить идею в моей голове или собрать ее. Этот процесс уже более сложный. Здесь вы продумываете не просто какие-то слова, из которых потом будете в голове уже собирать идею. Здесь вы подбираете все на начальном этапе. То есть, вы подбираете картинки, которые бы отображали образ модели, прическу, макияж, локацию, общее настроение. Итак, мы обсудили, как зафиксировать идею, но как же ее создать. Это 7 различных путей, по которым обычно следует мой мозг. Я раньше не придавала значения тому, как это происходит, но недавно решила зафиксировать, потому что подумала, что это может быть интересно вам. Первый и самый простой процесс — это косплей. Косплей — это когда вы повторяете образ какого-то персонажа. Самая простая идея, потому что вы уже берете готовый образ, но тем не менее она очень интересна. Мне кажется, что это достаточно просто, но порой вам нужно действительно погрузиться в выдуманный мир, посмотреть и изучить, как двигается персонаж, как он выглядит, какая мимика у него. Следующий путь — это когда я следую от одежды. Такой путь был самым первым. Когда я начинала делать автопортреты, еще в школе, в университете, я обращалась прежде всего к одежде. Мне очень нравилось снять различные образы, экспериментировать со стилем. И так я могла взять просто какой-то наряд за основу. Следуя от одежды, вам всегда уже легко, потому что у вас есть образ для модели. И далее вы от него уже придумываете все остальное. И следующий — это третий путь, когда я беру какой-то материал. Материал или предмет. Это может быть все, что угодно. Меня может вдохновить как еда, так и какие-то обычные материалы, текстуры, ткани. Главное — сфиксировать у себя в голове этот предмет. Можно записать слово или картинку какую-то. Например, это могут быть ленты, бантики, бусы, жемчужины. Все что угодно. Там, я не знаю, какой-то ворс, шерсть, металлические предметы, какой-то блеск определенный. Все что угодно — это может родить целую идею, которую вы потом воплотите в жизнь. И следующий, четвертый путь — это рождение фотографии от сюжета. Самый сложный путь, но самый наполненный, потому что здесь вы изначально продумываете сюжет. Вы хотите рассказать какую-то ситуацию. То есть вы сначала придумываете сюжет, что будет происходить в кадре. И потом у вас вытекает реквизит, одежда, образ и так далее. Пятый путь — это от макияжа. Тоже очень простой путь, в принципе, как и от одежды. Например, вас вдохновил какой-то макияж. Здесь можно задействовать как свет, так и цвет фона. Подумайте, какие материалы вы можете взять в качестве реквизита. От макияжа может родиться целая идея, в том числе и фотографии в полный рост. Следующий путь, которым хочу с вами поделиться, — это когда мы придумываем съемку в зависимости от места. Чтобы стать героем такого снимка, вам, конечно же, придется придумать сюжет и какую-то концепцию, определенный стиль. Смотрите, какая архитектура в том месте, куда вы направляетесь. Или какое настроение. Может быть, это поле. Или, может быть, это ручей. Передайте эти характеристики в вашем образе. Получится цельный, интересный снимок. Очень много классных снимков я делала в зависимости от местности, потому что природа, архитектура очень часто вдохновляют, несут определенное настроение. Вдохновляетесь местами, вдохновляетесь архитектурой и природой, и у вас получатся очень интересные фотографии. И последний, но очень важный путь, по которому я следую, — это десятилетие моды. Я очень люблю моды, люблю эксперименты, как я уже говорила. Если вы не знаете, что такое модное десятилетие и никогда не интересовались этим вопросом, обязательно почитайте. Можете посмотреть мое видео на эту тему, которое я создавала, наверное, год-два назад, где я раскрываю стили разных времен. И таким образом мы рассмотрели семь путей рождения идей, которыми я пользуюсь. Если вам было интересно это видео, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайк. Я буду очень рада тому, что у меня появляются новые подписчики. Всем спасибо за просмотр, всех целую, всем пока и до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok